Те, кто ждал, дождались. Теперь в стране вакцинировать начнут и кошек, и собак. Об этом и другом расскажем в новостях короткой строкой. В России начали вакцинировать от коронавируса домашних животных. Препарат корневакков зарегистрировали еще 31 марта. Клинические испытания провели в октябре прошлого года. Вакцину испытали на собаках, кошках, песцах и других животных. Россельхознадзор отметил, что антитела выработались в 100% случаев. На сегодня привить своих питомцев захотели те, кто часто путешествует и разводит породистых животных. Накануне Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Таким образом, с 1 июля неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет ежемесячно начнут выплачивать половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он свой. В среднем по России это более 5,5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 июля женщины, которые встали на учет по беременности до 12 недель, получат 50% от прожиточного минимума. Также с 1 сентября больничные по уходу за детьми до 8 лет собираются оплачивать в размере 100% от зарплаты. Для получения выплаты пособий нужно подать заявление на портале госуслуг. В Новом Оренгое безработные смогут получить деньги на открытие своего бизнеса. Претенденту должно быть 18, и он должен более месяца состоять на учете как безработный. Таких в Новом Оренгое трое. Окружной грант в этом году составляет 150 тысяч рублей. Если бизнес предполагает привлечение наемных сотрудников, то за каждого из них предприниматель также получит дополнительное финансирование. Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала изменить условия проведения ЕГЭ. Речь идет о мерах безопасности в аудиториях. Правительство поручило усилить контроль в школах как для учеников, так и для организаторов. А также обратить особое внимание на соблюдение всех мер по борьбе с коронавирусом. Напомню, в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые после школы планируют поступать в вузы. Таких более 700 тысяч человек. Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.